Уже больше чем полгода я хожу с iPhone 15 Pro в качестве основного устройства. Что я понял за эти месяцы и стоит ли этот iPhone вашего внимания? Сегодня буду рассказывать опыт эксплуатации, все как вы любите. Меня зовут Максим, вы на канале Демис Лаунж. Поехали! Значит, решил я записать этот ролик, ну, такой базовый ролик для любого техноблогера. Месяц с устройством, три месяца с устройством, полгода с устройством и год с устройством. И когда я сел и начал думать вообще, а что мне рассказать, что мне понравилось, что мне не понравилось, потому что нужно же мысли немножко все собрать воедино, я пришел к одному очень интересному умозаключению, который сегодня постараюсь вам донести. Плюс к этому расскажу какие-то свои нюансы использования и эксплуатации, так что я думаю ролик будет интересный. Если это так, поставьте большой палец вверх, мне это будет приятно и поможет канал в развитии. А внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего важного интересного не пропустите, и YouTube вам пришедет уведомление с выходом нового видео. Так, на самом деле, такое бывает редко, но мне даже немного сложно структурировать мысли в какие-то связанные комплексы, скажем так, дизайн, производительность, камера, еще что-то. Потому что, вот сейчас прозвучит странно, но это идеальный iPhone. Я не понимаю, что на текущий момент можно сделать лучше. Мы с вами чуть позже поговорим, и вообще, наверное, будет отдельный ролик iPhone 16 Pro, обычный 16, потому что там уже почти все утекло, что мы знаем. Но на текущий момент, в 2024 году, да и, наверное, в 2025, это идеальный iPhone. И если вам кажется, что, ну, типа, каждый год так говорить, ну, нет, на самом деле, всегда iPhone можно было за что-то допоругать. За что ругать этот iPhone? Процессор, который просто супер максимальный, который возможен на текущий момент. Камеры, которые снимают очень хорошо. Дизайн, который обновился, и теперь вот эти приятные покатые края. Сам смартфон стал легче за счет титана и приятной развесовки. 120 Гц дисплей от 1 до 120 Гц, Always-On дисплей, USB Type-C, который все так давно просили, и версии 15 Pro, он быстрый. Что еще нужно от смартфона? То есть дальше уже могут быть какие-то нюансы, типа, мне нравится больше iOS, мне нравится больше Android, это мне дает больше возможностей, это меньше. Но как железяка? Да, допустим, даже мы абстрагируемся от iOS, это вкусовщина. Но как железяка? Что еще можно улучшить? Можно поставить камеру большего сенсора? Да, наверное, можно. Но знаете, что я вам скажу? iPhone 15 на обычном основном модуле, вот именно на основном модуле, при правильных руках вытягивает какие-то нереальные снимки. Потому что камера на 24 Мп в базе, да, то есть раньше у нас была 12 Мп, либо 48 в Pro режиме. Сейчас он всегда базово снимает 24. Если ты берешь экспозицию, дропаешь в зависимости от сцены на 0.7, 0.3 или даже на минус 1, ты получаешь настолько приятные цвета фотографии, настолько приятный скинтон, что ты потом сможешь такой, а это точно на iPhone сфотканно? Поэтому да, камеру можно улучшить, сделать остальные сенсоры лучше, сделать основной сенсор больше, как вот, например, там на Xiaomi, когда у нас с вами есть 1 дюйм. И это действительно еще бустанет фотографию, но сделает ли это вот этот смартфон плохим? Конечно же нет. Потом что еще можно сделать? Сделать легче новый смартфон, сделать его еще тоньше, да как бы не так. iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, во-первых, они будут больше, 6,3 дюйма, 6,9 дюйма, вместо 6,1 и 6,7, как сейчас. Во-вторых, они будут толще. В-третьих, они будут тяжелее. И да, не настолько тяжелее, как iPhone 14 Pro, но все равно они станут тяжелее. То есть здесь у нас будет с вами регресс. Да, говорят, что за счет батарейки это будет сделано, но об этом мы еще тоже чуть позже поговорим. По легкости к этому смартфону до сих пор нет претензий. Иногда я забываю, насколько он легкий относительно 14 Pro, в котором прям вес это была огромная проблема. Но я когда езжу в какие-нибудь поездки, я беру с собой вот этот кардхолдер мофф, цепляю его, и его вес становится примерно такой же, как был у 14 Pro. И ты такой, брусок, кирпичик, а потом когда с поездки возвращаешься, снимаешь и понимаешь, насколько же он все-таки легкий и насколько ты просто к этому уже привыкаешь. Да, кстати, не забываем, что если захотите приобрести себе вот 15, 15 Pro, 15 Pro Max, конечно же, это лучше всего сделать у моих друзей из магазина технодеус.ру. У ребят классные цены, быстрая доставка, гарантия на все устройства, приятный сервис и обслуживание. Конечно же, еще по промокоду Демин насыпят вам ништяков в подарок, ну либо скидочку, как уж с менеджером договоритесь. Традиционно я вам всегда говорю, что постоянно сотрудничаю с ребятами и в будущем буду сотрудничать. Мои прям хорошие знакомые, у которых я сам покупаю технику и вам рекомендую. Ссылочка на технодеус традиционно лежит в описании. Кстати, по самому корпусу я был, наверное, один из тех людей, кто считал, что ну сейчас у нас будет с вами проблема iPhone 5, когда, помните, грани прям жестко облезали, и поэтому я немножко боялся брать себе темно-синий iPhone. Но, тем не менее, за полгода носки без чехла, ну вот эта моя тряпочка чехлом не совсем считается. Да, я, конечно, бывает, кладу телефон на нее, убираю телефон в тряпочку. Да, для новеньких зрителей я ношу телефон вот такой вот в тряпочке. Мне так нравится, что вы мне сделаете. Мне жена это шила, я доволен, понятно? Я тем более сам попросил. Поэтому, не знаю, у меня никаких проблем особо с ним не было. То есть вот так вот я могу телефон экраном вниз, экраном вверх положить. За все время есть одна маленькая коцка на ободке камеры, которую вы даже не увидите, если я вам лично это не покажу. Ни экран не зацарапался, ничего с ним не было, он падал несколько раз, потому что вот, наверное, из минусов. Он немножко скользковатый за счет матовой поверхности, матовых граней, и он у меня с дивана просто так пу-пу-пу-пу-пу-пу и скатывался и падал. Ну, опять же, ничего не разбилось, ничего не потрескалось, не поцарапалось. Все идеально, ничего не облезает. Поэтому я не могу его за что-то конкретно поругать. Ну, как бы ты высасываешь минусы из пальца. И самое главное, ты думаешь, а чем будет лучше новый iPhone? Да, там будет action button, типа вот здесь кнопка, чтобы вы могли, когда снимаете свои пространственные видео, вот так вот нажимать. Ну, это сейчас можно делать вот так. Да, наверное, вы немножко перегораживаете здесь рукой. И она будет у нас с вами сенсорная, это значит, что у нас будет степень нажатия вот здесь. Но так ли это нужно? Вопрос. Да, будет немножко побольше камера, сами смартфоны при этом станут, как я уже сказал, больше, толще, тяжелее. Нужно это? Не нужно это? Эта штука все еще существует. Понятное дело, ее снимут с продажи. Это логично, потому что такую штуку оставлять в продаже нельзя. При будущем iPhone 16 Pro, который будет чуть-чуть во всем получше, но не настолько, чтобы вот это переплюнуть. И поэтому, наверное, это идеальный iPhone. Я не понимаю, что еще можно хотеть от него, как от железяки. Можете написать внизу в комментариях, с удовольствием почитаю, с вами подискутирую. Но глобально они достигли уже какого-то вот пика. Окей, хорошо, можно, наверное, фронталку сделать получше. Сейчас она, ну, как бы, средненькая. Основная камера намного лучше снимает. Окей, наверное, можно сделать большую автономность. Но, опять же, за счет этого увеличится у нас с вами корпус. Мы, наверное, с вами отдельно, как я сказал, про iPhone 16 Pro поговорим еще. Может быть, там, на будущей неделе, через недельку. Так что, собственно, обсудим там в комплексном видео, че и как. Но, наверное, самый главный плюс с точки зрения iPhone-остроения в этом году я бы назвал аккумулятор. Apple поставила какие-то нереально живучие аккумуляторы. Чтобы вы понимали, у меня сейчас 214 циклов. Это достаточно много. Я заряжаю телефон всем, чем только можно. От MacBook это где-то 15 ватт, 10-15. У меня есть зарядка на 96 ватт, да, iPhone столько не берет. Но я просто иногда подрубаюсь там в поездках еще что-то. 40 ватт, 5 ватт. Иногда подключаю в машину зарядку. Кабели тоже постоянно разные. Че-то оригинал, че-то не оригинал. То есть, я не то чтобы очень бжу за вот этой вот гигиенной зарядки. И ему пофигу. 100%. 214 циклов. Это аккумулятор из первой партии, который сделан был еще в июле. В июле 2023 года. Как такое Apple вышло, я не понимаю. Да, я знаю, что у некоторых людей при таких же циклах или даже меньше зарядка падает сильнее. Но у меня нет. Причем я проверял это через комп. Да, он пишет, что 100% чувак. Так что в этом году iPhone 15 просто какие-то нереальные по аккумулятору. В прошлом году я называл главным минусом iPhone 14 Pro. Это его аккумулятор, потому что ресурс аккумулятор тратился очень быстро. Нереально быстро. В этом году они поработали. И теперь он прям хорош. Говорят, что в 16 будут металлические корпусы у самого аккумулятора. Из-за этого он будет еще лучше отводить тепло. И скорее всего он станет и автономнее, и больше еще будет жить. Но Apple даже официально подняла циклы перезарядки с 500 до 1000. То есть, чтобы вы понимали, раньше Apple считала, что 500 циклов это все аккумулятор отслужил свое. Соответственно, я где-то был бы на половине сейчас этого. Ну и логично, что у меня было бы 90%. А теперь они говорят, что 1000 циклов для iPhone 15 это нормально. Интересное, конечно, решение. Посмотрим, как оно в долгую будет играть. Но тем не менее, вот я даже сейчас, спустя все того, что я проговорил, понимаю, что этот iPhone практически идеальный. Какие-то мелочи можно улучшить. Ну, глобально это очень классное устройство, которое я определенно всем рекомендую к покупке. И которое будет вас радовать долгие годы, если вы захотите себе его приобрести. Отдельно, наверное, скажу, action button. Кто-то пользуется, кто-то не пользуется вот этой штукой. Я пользуюсь только в поездках, когда мне надо включать VPN. Потому что это удобно, да? Ты нажал кнопку, включился VPN. Нажал кнопку, VPN выключился. Все. Больше я не пользуюсь, не понимаю, для чего нужно. Окей, каждый человек здесь сам для себя решит. Это, по большей части, вкусовщина. Но во всем остальном, вот мое какое-то мнение такое. Если вы владелец iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, две обычные пятнашки, напишите внизу в комментариях, как вам вообще iPhone после длительного использования, нравится, не нравится, согласны ли вы с моими мыслями. Потому что вот в этом году реально получились очень классные смартфоны. И, наверное, Apple можно за это только похвалить. Если такой ролик понравился, как я и говорил, поставьте большой палец вверх, мне это будет приятно, поможет канал в развитии. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колку. Ничего классного, интересно, не пропустите. YouTube вам пришедший уведомление с выходом нового видео. Ну и, конечно же, вот эти два видео специально подобрены на вас на алгоритме YouTube. Зацените, если не видели. И все, конечно, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим. Спасибо большое за просмотр. Пока. Пока.